Кажется, что девятнадцатая задача это страшно, да, числа их свойства, но давайте почитаем, разберемся, и мы сейчас точно сделаем два пункта. И сразу, кстати, поймем, как сделать третий, потому что первый пункт девятнадцатой задачи, как правило, решается, просто надо знать, на что смотреть. Смотрите, это не перебор, потому что на перебор можно потратить хоть час, хоть два. Это грамотный перебор, то есть когда вы знаете, на что смотрите. Так вот, за прохождение каждого уровня игры на планшете можно получить от одной до трех звезд. При этом заряд аккумулятора планшета уменьшается на три пункта при получении трех звезд, на шесть пунктов при получении двух звезд, на девять пунктов при получении одной звезды. Витя прошел несколько уровней игры подряд. Мог ли заряд аккумулятора уменьшиться ровно на тридцать два пункта? С чего мы начинали? Помните, простые задачи, таблички. Давайте мы тоже нарисуем табличку. То есть тут Витя прошел какое-то количество уровней. И пускай было х уровней прошел Витя, на которых он получал в игре три звездочки. У уровней, где он получал две звездочки. И Z уровней, вот он играл, играл, доигрался до одной звездочки. На каждом из Z этих уровней. Здесь звезды. Здесь, но он играет на планшете. И здесь будет еще одна колонка падения заряда планшета. Значит, падение заряда здесь падает на три пункта, на шесть и на девять. То есть, 3х плюс 6у плюс 9z, это у нас падение заряда. 3х плюс 6у плюс 9z, на сколько упал заряд? Так вот, вопрос. Пункт А. Мог ли заряд аккумулятора уменьшиться ровно на 32 пункта? Если это А, и это равно 32. Ответ очевиден. И пусть в этом уравнении три неизвестных. Решить его можно буквально за пару секунд. Просто увидев, что в левой части 3, 6 и 9 делятся на 3. Левая часть делится на 3. А правая 32 на 3 не делится. Прием, решение, задач с целыми числами. Задача 19. Нет, не может. Потому что левая часть уравнения на 3 делится, а правая нет. Хорошо. А пункт Б, смотрите. Один балл заработали за 19. Пункт Б, может быть, мы и второй сможем. Мог ли заряд аккумулятора уменьшиться на 33 пункта, а суммарно получено 17 звезд. 3х плюс 6у плюс 9z равно 33, а суммарно получено 17 звезд. Значит, 3 звезды получаются на этом уровне. Таких уровней было х. Ага, х уровней по 3 звезды. 3х здесь 2у и здесь z это 17. И вот тут не так просто. Система, где 2 уравнения, 3 неизвестных. Неизвестных больше, чем уравнений. Что делать? Это обычная ситуация для 19 задачи, нестандартной. Что уравнений не хватает. То есть делаем все, что можем. И вопрос у нас. Могло ли быть такое? То есть есть ли у этой системы хоть одно решение? Если мы его найдем, скажем, да, есть. Все решения нам искать не обязательно. Но одно мы можем найти. Давайте искать. Значит, если я из одного уравнения, из первого, вычитаю второе. 4у плюс 8z равно 33 минус 17, 16у плюс 4. Чего тут? У плюс 2z равно 4. Ага, я нашла интересное соотношение между y и z. Хорошо. Что я еще могу сделать? Я могу первое уравнение просто все там поделить на 3. Левую и правую часть. Да? То есть я могу из первого уравнения получить вот что. Получаю x плюс 2y плюс 3z равно 11. 3x плюс 2y плюс z равно 17. А что бы мне с ними сделать? А не сложить ли мне их? Потому что если я сложу их, 4x, 4y и 4z. 4 на x плюс y плюс z равно 28. Ага, x плюс y плюс z равно 7. То есть всего Витя прошел 7 уровней. Всего 7 уровней. Анна Георгиевна, такой вопрос. Об этой задаче в втором пункте есть ли несколько вариантов ответа? Достаточно ли привести 1? Да. То есть если у вас вопрос, могло ли быть что-то, вы говорите, да, могло, вот пример. И даже все, что я сейчас пишу, это у вас на черновике. Потому что неважно, как вы получили пример, если такая формулировка. Главное, что вы ее получили. Это 7. Хорошо, 7 уровней всего. А давайте мы подберем такие x, y и z, что их сумма равна 7. А x плюс 2y плюс 3z это 11. То есть я комбинирую из двух уравнений, что-то стараюсь получить. А если я возьму z это 1, ну просто разные там, как бы мне подобрать. Например, z я возьму единичку, да, y я возьму 2, а x тогда останется 4. В сумме 7, 4 плюс 4, плюс 3 как раз 11. Да, может. Вот пример. Вот пункт b. Пункт b, оказывается, за него вообще 2 балла можно получить в первичных. Он тоже легко решается. И давайте так. Я скажу, ответ в пункте b, он получается легко. Ответ 49 тысяч максимальное количество. И покажу на ключевое уравнение, на которое надо смотреть, вот оно. Потому что у нас на доске здесь множество уравнений в целых числах, натуральных даже. Но ключ к третьему пункту вот это уравнение. А вот что здесь? Ну ладно, скажу еще, подскажу немножко. Смотрите-ка, y плюс 2z это 4. А y и z натуральные. И если y равно 10, то тут 4 не получится. То есть вы подбираете, какими могут быть y и z. Вы здесь делаете еще одну колонку в таблице количество очков полученных. Пишите, что на каком уровне получается и что будет при разных комбинациях y и z. И получается вот такой ответ. Значит, еще раз, мы не знаем точно, что будет на ЕГЭ в 2019 году. Мы не можем надеяться на слив вариантов ЕГЭ. И тем более, что можно будет там точно знать, какой вариант будет у вас на экзамене. Их много разных, поэтому на слив и на покупку ответов не надеемся. У нас уже многие на этом пролетели. Первая часть. Готовимся так, чтобы решить за 30, ну максимум 45 минут. Вторая часть. Легкие задачи вдруг, как 17-е, становятся сложнее. А те, которые были у нас сложными, там 14-е и 16-е, они становятся выигрышными. В 19-е задачи обращаем особое внимание, потому что бывает, что очень легко берем все баллы за эту задачу. И, конечно, готовимся уже сейчас, готовимся серьезно. От такого бесплатного, что ли, контента. Там здесь попробовали, там попробовали. Здесь печеньку, там печеньку. Переходим уже к такой хорошей подготовке. Всем желаю отлично подготовиться, сдать ЕГЭ и поступить туда, куда вы хотите.